Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк с рабочим визитом побывал в Речицком районе. У приватности он наведал местовые объекты предприятия «Беларусьнафта» и провел особистый прием громадян. С подробностями. Я Евгений Кухаронок. Речицкое родовище «Нафты» – самое обойное у Беларуси. Зараз тут бурець – черговую сведровину. Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк приехал на объект не с проверкой. Он вырешил ознайомиться с умовами працы нафтовиков и тонкостями процесса с добычей черного золота. По завершении огляду пляцовки гостей запросили на беларуский газоперепрацовчий завод. Предприемство заявляется структурным подразделением «Беларусьнафты». Сюда доставляют для перепрацовки с подорожный нафтовый газ. Наступный пункт с программы – особистый прием громадян. По попередним записи на чарзе 5 человек. Первый – генеральный директор предприемства Речицадрел. Его хвалюют спрочные юридичные моменты в процессе организации закупок, обсталяваний и будовництва. Сегодня, отповедно закону, продумывать деяние необходимо на многие и многие кроки наперед. Однако продвачить все немогчимо. К сожалению, это не секрет, что сегодня закупки на любом предприятии – это криминогенная такая сфера. И часто попадаются работники предприятия на этом. Я сегодня обозначил тему, связанную с закупками в строительстве и закупками из собственных средств предприятия. Есть нестыковка юридическая в законодательстве, которую нужно разрешить. Сан-Ладзимович это понимает. Он дал распоряжение. Я думаю, будут решения какие-то приняты. На приеме так само был огучен из ворот от мясцовых же хоров по наведении парадка у лесах после высекания подшкодженных древ. Жук-караед по мерковании грамадян у некоторых выпадках стал звычайным прикрытием, бо после знищения участка лесополосы там застаются решетки древ, махчыма с наявностью жука-шкодника. И, как казалось, эта проблема была на увазе у генерального прокурора Беларуси. Александр Канюк дал два тыдни для проверки фактов мясовыми органами прокуратуры суместно с простовниками Державной инспекции оховы природного и рослинного света. Под час приема закринялися так само темы махлярства у сферы будовництва жилья, махчымасти отримания информации, обсудимости грамадян, яких приймают на працу у дитячие лагеры, разобраться по усіх огученных питаннях, распоряджение генпрокурора. Еще мы к Якобсону выезжали, где-то были мы с ним на приеме, около 40 человек, а сейчас всего 5. Значит, люди решают свои проблемы, не доходя до чиновника высшего ранга Беларуси. Это радует. Сегодня я побывал на Буровой, посмотрел, как это все делается, как добывается нефть. Побывал на заводе, который перерабатывает газ. Очень впечатление, очень хорошее. Такое, я бы сказал, гордое за нашу страну, за нашу Беларусь. Под час визиту генеральный прокурор с гонором выконал приемную миссию. Уручил державную загороды, медали за бездакорную службу, своим коллегам, работникам Гомельской областной прокуратуры и районных органов. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадо и компания «Гомель» с Рыжевского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова